Что значит горизонтальный профиль? Это значит жесткое соответствие удовлетворенности материальным положением и удовлетворенности жизнью, которую ведет человек. Мы видим, что если у человека низкая удовлетворенность материальным положением, то и жизнью, то же низкая удовлетворенность. Низкая, чуть повыше, средняя, ну или ближе к среднему, тоже ближе к среднему. Вот это некоторые исключения, но оно всего одно исключение с таким наклоном. Вот опять же, не полностью удовлетворен жизнью, средняя удовлетворенность жизнью. Средняя средняя, причем этот профиль доминирует, задает характеристики кластера как модальный. Здесь два респондента, дает нам тоже некоторое отклонение от картины, поскольку удовлетворенность материальным положением не очень, а удовлетворенность жизнью скорее да. Но это опять же небольшое отклонение, и оно составляет всего лишь два респондента из нескольких сот респондентов, меньше процента. Вот опять же, нормальный профиль, в том плане, что близок к горизонтальному, средняя удовлетворенность и скорее высокая удовлетворенность жизнью, которую ведет респондент. Опять же, небольшое отклонение, и снова ситуация, особенно здесь, возвращается к горизонтальной картинке. Высокая удовлетворенность, материальное положение высокая удовлетворенность жизнью. Этот кластер, второй кластер, соответствует наклону слева направо, то есть слева пониже, справа повыше. То есть материальное положение здесь у людей выше, чем оценка качества жизни. И третий кластер, в котором доминирует вот этот профиль, дает нам еще большее превалирование оценки материального положения над оценкой качества жизни. Оценка материального положения средняя или вот даже выше среднего, а оценка качества жизни достаточно низкая. Посмотрим, как графически выглядят эти три кластера. Заново запускаем чат-билдер.